Итак, всем привет, с вами НДБГ, продолжаем играть за нашу Российскую Империю И я между сериями заметил, у меня тут уже 1 миллион ресурсов людских, потому что у меня 90 миллионов населения ненациональных регионов Это как раз таки вот Китай и вот отсюда Но в основном, я так понимаю, Китай, цехи, да, вот эти 5 миллионов, полтора И из-за того, что у нас вот этих вот процентов как раз таки 13, то из ненациональных получилось 0,6 А это уже очень много И мы можем просто взять и заказать себе еще какую-нибудь армию просто, да Ничего нет И сейчас мы начинаем перебрасывать наш войск из Китая в Россию, непосредственно в Сибирь И эти ребята, я думаю, помогут заполнить пробелы, так сказать, в наших рядах И после этого мы уже сможем нормальное наступление начать на запад Полноценное У нас, в принципе, все хорошо по запасам, по ресурсам, по людям У России, кстати говоря, которая не настоящая, конечно же Тоже все отлично, на самом деле Это удивительно, но неудивительно это потому, что у них очень ужасные, типа, дивизии Вон, говорится, гарнизоны там Им всем просто нужно очень мало снаряжения, на самом деле Так что это не слишком удивительно Но ничего, сейчас мы выставим здесь все позиции Чуть планирования, чуть укрепления Пофармим И, хотя, не думаю, чтобы фармить, просто выставим как-то наши дивизии После чего уже, я думаю, перейдем в наступление Кстати говоря, здесь без Видимо, никого здесь не было И не заметил, что здесь еще можно пройти Окей, поехали Ну что ж, примерно все ребята на позиции Можно начинать наше наступление Потихоньку О, надо только, конечно, поаккуратнее чуть-чуть наступать А то Ишка, видите, здесь любит, ну, как Ишка Баттл-план Очень интересно в дивизии наше наступление отправить Но, вручную мы чуть-чуть что-то будем подправлять И, вроде, я думаю, все должно быть отлично у нас Все говоря, ци начнет компанией по умиротворению Ага Ну, слушайте, по-моему, умиротворение будет не скоро А мы делаем пункт снабжения на севере Будет строиться два месяца Я думаю, он как раз достроится, когда мы чуть-чуть пропушим В принципе, с моторизацией станет там получше И туда ЖД Хотя я вижу, что он и по реке, скорее всего, может снабжаться, этот пункт Но, тем не менее, ЖД всегда полезно на будущее Для переброса войск Вот строим это, строим сначала ЖД до этого Потом сюда вот эту Короче, снабжение добавляем потихоньку И, на ВИКСе, говорят, тоже у нас пуш идет неплохо Сейчас сами займем здесь пункты снабжения Очень удачно для нас, конечно же Что я могу сказать? Все хорошо Давайте, наверное, поставим вот так Это, конечно, дорого, как обычно Но уже, я думаю, мы в том моменте Когда можно немножко откинуться в кресле, я так сказать И пускай все делается за нас А потери продолжают увеличиваться потихоньку в Российской Республике Что по людским ресурсам? Слушайте, людские ресурсы вообще тоже истощаются 300 тысяч это не так много, на самом деле Учитывая то, что уже потеряно 800 А самое главное, территории-то тоже сокращаются, верно? Так что, когда мы дойдем до сюда, я думаю, они уже переключатся на другое На другой закон Да И запас окончается Вот что самое главное Главное, чтобы винтовки у них заканчивались И они заканчиваются А как бы побеждает в такой вот войне, конечно, тот, у кого одну винтовочку больше На один патрон этой винтовки тоже побольше Нормально И вот пункт снабжения достроится Поможет нам здесь допушить И да, как я и говорил Видите, снабжение идет по морю Но потом еще и ПЖД на будущее Море там ограничено Наверное Это не точно совсем И вот наши дивизии здесь сразу ожили И, в принципе, по всему фронту Снабжение вроде как есть Моторизация везде есть Пашинки по тему куда делаются У нас топливо, кстати говоря, начало расходоваться Это потому, что я начал тренировать наш флот Но можно, кстати говоря Эту авантюру закончить Просто у нас, видите, топливо немножко появилось Я подумал, блин, можно что-то поделать с ним И вот уже миллион подходит скоро тоже Как я и говорил Людские ресурсы закончатся Однозначно закончатся Вот 200 тысяч И они продолжают все идти вниз Кстати говоря, скоро мы захватим Екатеринбург В котором наш шпион работает Он, если что, вот все дает Минус, кстати говоря, должно давать Минус скорость планирования Укрепленность Максимум, точнее Планирование укрепленность Видите Стре укрепленности мало, но Почему нет? Лишние 3% всегда не лишний О, японские инвесторы Ну, давайте, инвестируйте А у нас, может, какие-нибудь еще фокусы открылись Может, что-то вернули? Нет Керенск нам нужен Новосибирск Челябинске Экатеринбург Окей, нам нужно еще чуть-чуть продвинуться Но уже очень уверенно И на севере они опять без снабжения Как я и говорил На севере всегда будет немножко не хватать снабжения А вот в центре и на юге, конечно Ситуация Ситуация намного лучше Можно было бы, в теории, здесь их запушить Вот сюда И обрезать им полностью снабжение Ну, я уже думаю, ладно И фронт еще больше растянулся На самом деле, можно с севера его немножко сбушить Это оттянуть Но правда в том, что нам нужно Дополнительный визик, кстати говоря Можно вот так сделать Давайте А, блин, это Нет, нельзя было так делать Ладно Это армия ополченцев говна Блин, ну да Надо эту армию потихоньку уже деплойить Он уже есть готовый дивизий Давайте Будем их отправить в бой Что еще сделать? Нам нужно фронт как-то закрывать Вот под Сергеем Пускай будут двигаться Давайте Как мы сделаем Эти ребята имеют приказ Но давайте им Делаем грандинад Чтобы они точно не вошли Кстати говоря, у нас же здесь ЖД орудие все это время стоит Растаивает Надо его Эту армию назначить Может они ее используют И да Давайте сделаем теперь Общий фронт Чтобы точно фронт нигде не посыпался Вот так И до Петрограда Поехали И в связи с этим Так сказать Подкреплением Немножко Опять-таки Перегруппируем войска Думаю В принципе Нормально было бы И у нас опять открываются Свободные фабрики И нам Япония дает Дополнительные подарочки Это я не против А нам бы вот сюда На самом деле Как-то пробиться Было бы хорошо Чтобы здесь Снабжение получили Вот сюда А так Вроде как У нас все более-менее Можно Вот так вот Еще наверное Подделывать Периодически А подкинуть ЖД у нас все-таки Надо понимать Есть эти узкие места Но вообще Нормально выглядит Все Я предполагаю Что из-за того Из-за того Что мы строим Так много ЖД И из-за того Что сконцерн То к финалу Мы так сказать Дойдем уже С пятым уровнем От Петрограда Прямо Я думаю До Владивостока ЖД Давайте немножко Поговорим о том Что вообще в мире происходит И в Америке Происходит падение Конституционной Америки Я вот видел ситуацию В начале Здесь была такая Что видите Они прорвались Очень жестко И я в этот момент Понял Что как раз таки Вот так вот и будет Примерно Эти ребята Воюют только с вот этими Поэтому у них все хорошо Они наращивают ресурсы Синдикатов Просто огромная промышленность Они кстати говоря Смотря на то Что они владеют Не так много Не так много у них территорий Да Вполне себе Они имеют очень хороший шанс Потому что они просто Два раза больше военных заводов Чем вот этих ребят И Канада Которую они Вот здесь вот Оккупируют Потихоньку тоже им даст Допромку и Новой Англии Они вполне себе Могут их задавить А потом пойти на ЮК И на Запад Так что вот президента 2 На самом деле уже Канада я думаю Уже проиграла Ну а мы свою гражданскую войну Конечно же Побеждаем В Европе тем временем На Западном фронте Беспременно снимают фильм Здесь ничего Здесь тоже Практически ничего Хотя Хотя слушайте Италия Вот это побеждает Здесь да В Швейцарии кстати говоря В интернационале тоже Но вот Италия Респакта Потихоньку Давит Интранациональную Италию да Звучит как будто Респакт Один момент победит А вот мы пробиваемся Вот здесь вот в ЖД И слушайте Еще вот здесь вот В Саняце ЖД После чего Вот эти все войска Станутся обеснажение И в принципе Уже имеют некоторые проблемы Но пока еще Не сильно большие Но потом они станут Прям острыми Я ожидаю А здесь Наши республиканские Противники Теряются больше запасов 85 уже Процентов И люди тоже заканчиваются Пошло Вовеличение призыва Обязательная служба Да Войну на истощение Мы выигрываем Да и в принципе Локально сейчас тоже Можно сказать Выигрываем Очень неплохо А вот мы и обрезали Вот здесь вот Их от снабжения А нам Самим захватили пункт Снабжения Правда К ним уже до не поступает Надо На самом деле Подпушить Вот сюда Да Чтобы вот так вот Мы могли Снабжение Пускать сюда Нам все-таки Здесь нужен пункт Мы начинаем Уже стрелочкой Атаковать В принципе Почему бы уже нет Буду только дополнительно Помогать Автоплану здесь Наверное Потому что он не хочет Атаковать Где ему вообще Надо было бы Атаковать Да Но кроме этого Вроде как Все у нас Отлично И у меня вот здесь Вот две дизи Оказались окруженными Видимо из-за вот этих Приколов С Эти озерами Или что То у меня вот так вот Приказы поставились Ну Надо это эвакуировать Хотя бы Очень обидно На самом деле Это дало нам Очень большие потери Которые Как бы на самом деле Ну И не должны были случаться Ну мы отомстим Я думаю Кружив здесь Вот эту всю группировку Сейчас она вся снабжается Только по одной железной дороге Первого уровня Вот здесь вот Слушайте А Она даже не снабжается Здесь не достроили ЖД Вот-вот что делает Коррупция С снабжением Армия Как говорится Все Все эти войска Без снабжения И нам нужно Их попробовать Ликвидировать Вообще Это было бы неплохо С одной стороны Это все снаряжение Нам на будущее А с другой стороны Это опыт И кроме того Ну Это фронт позволит Очень жестко сократить Держать здесь Много войск Как бы не сильно хочется То здесь делают Австрийцы Жизнь тут Ленд-лисов Накидывают Неприятных И добровольцев Присали австрийцы Но этого зря А вот уж Начинается Безе Екатеринбург Я бы сказал Один из крупных Городов России Потому что Ну вот Крупный город России Считается здесь В принципе Он наверное И правда Крупный И да Вообще Неплохо Неплохо Мы уже приближаемся Потихоньку У нас может Можно будет Перенести столицу Москва Петроград Новосипирск Нет Пока что Никуда нельзя Вот Нет Смотрите Да Нам дали Ивент Все-таки Сибирь наша Станет считаться Национальными О Это приятно О Это стабильность Это приятно И промка Это все Очень Нам приятно Можно Мы сейчас уже Очень много Самолетов Техов Исследовали В принципе Почти все нужны Я бы сказал Давайте еще Вот так Наверное Переделаем И начнем Сейчас делать Все тактические Бомбардировщики Все-таки Пойдем По тому Американскому Дорогому Пути Потому что Ну У нас На самом деле Будет тоже Очень много Промышленности Постесняться О Смотрите Как Канада Замирилась С синдикатами Слушайте Ну Теперь Как я и говорил Ситуация Становится Еще больше В пользу Синдикатов На самом деле Ничего не получили Из этой войны К сожалению Но Здесь сейчас Не будет проблем Да С фронтом Могут задавить Вашингтон Задавить Вот этих 1-1 Со стихоокеанскими Штатами Которые Они тоже Думаю Развалят Сейчас идет Неплохая битва За Уральские Горы Мы их преодолеем И в принципе После этого Почти вся Россия Дальше открыта Здесь равнины Немножко лесов Но в целом В основном Одни равнины Уже полтора миллиона потерь Это мы все еще Без авиации Как бы воюем Да Просто за счет Бафов на армию И за счет Вот этого Ужасного дебафа Им Три царги Господи Минус 20 защиты Минус 30 просто обороны Очень неприятно Конечно Ну вот и запасы У них тоже кончаются Как и в принципе люди Но людей Они хотя бы Осполняют Слушайте Здесь мы неплохо Так отомстили За окружение наших дивизий Сейчас мы здесь Тоже их поокружаем Как и вот Скорее всего здесь Ну что ж Продолжая прокладывать дороги Я вам отвечаю После этой войны В России будут Невероятные дороги Во всей Сибири И запад будет жаловаться Вот бы нам Дороги как в Сибири Ах А вот мы здесь Тоже нажимаем Нашу Так сказать Хватку Здесь уже Нету поснабжения Но сейчас Они еще Просто От сухопутного Вообще Движения Будут отрезаны Отлично Теперь HD орудие Да Периодически здесь помогает В принципе 50% Это всегда приятно Видите Минус 20 защиты От государства Как же это неприятно Россия Декодировала на шифр Давайте Их шифр тоже Декодируем в ответ А что это они Самые умные что ли Мы тоже так умеем И Да Отлично Здесь тоже микроокружения Получаются Тоже мы их добиваем Постепенно Что по потерям Самый главный вопрос Почти уже 2 миллиона Господи Ужасная война А здесь Как я и говорил Да Синдикаты Я думаю Уже победили Тут уже слишком Большая промышленность Я не думаю Что здесь уже Что-то может поменяться А вот здесь Вот все может поменяться Здесь как бы Воля случая По людским ресурсам Пока что Никто еще не просел Здесь вообще Блин Добровольцы На него какие-то Бафы жесткие Ну да 3 военобязанных 2 вон еще Военобязанных Короче да Там Монт Павар еще Долго не кончится В Италии Кстати говоря Тоже все заглохло И будет еще Иметь смысл Кто победит В Испании Тоже Он скорее всего Что-то сделает Потом испанец В Европе Она не сильно много А в османами Происходит что-то страшное Ну видимо Вот этот как раз таки Каирский пакт Взял и победил осман Здесь война Кстати тоже заглохла По-русскому Она не продвигается Но мы потом Поможем Этой ситуации Продвинуться Но конечно Всему свое время Ну и в общем Мы входим к Архангельску Скоро северные порты Уже будут нашими И да Россия реально уже Республиканская Можно сказать Закончилась Здесь уже 66% Снаряжения Мы уже постепенно Забираем промышленную базу Да Это что Основная часть Вот здесь вот В центральной России Но Все равно уже Вот эти вот Заводы мы начинаем забирать Здесь тоже промышленно забираем И становимся Только сильнее Всякоря винтовок Нам очень не хватает Но мы работаем над этим Да Вот эти вот ребята Теперь капитулировали Блин Вашингтон должны добить В один момент Там конечно Макартуру Я помню А это не Макартуру Это морская страна Получилась Ха Это армия Точнее флот С государством Я так понимаю Блин Ну это не так сильно Макартуру Там бафы жесткие Мы уже поиграли Мы уже знаем Здесь Кстати говоря А ну это Общеамериканская Тоже Ну да Это типа Это жиденько Жиденько Ну а Ну они нажали баф Баф закончится Я думаю Они капнут Ну и почти Закончили мы здесь Закончим здесь Можем реорганизовать Фронт И уже финальное Наступление на запад Начать Пока что я бы Знаете что сделал Я бы наверное Наоборот Вот отсюда отступил Чтобы чуть-чуть Как-то укрепить Здесь позиция Потому что видите Здесь конечно Какие-то напряженные Бои проходят Хоть и конечно Очень в нашу сторону Вот в наших глазах Добиваются Последние Войска повстанцев Которые временно Заняли Петроград Очевидно Нелегитимно Очевидно Незаконно Но это все Не имеет смысла Потому что Теперь мы Снова Снова его вернем И вот Снова наши войска Перестраиваются Только убрать Вот этот Пожалуйста Вот так да И сюда И начинаем Переброску Войск Снова на запад Ну и османы Все Там Кстати подожди Все османы Все Был какой-то Мирный договор Но видимо Не с теми А османы Все с Ираном Османы победили Иран Вау Добавно А здесь Блин Все еще держатся Эти ребята Здесь тоже Без перемен Хотя Питвы я вижу Жесткие Тут видимо Кто-то нажал Галочку наступления Но мы Перестраиваемся И почти закончили Наши маневры Но смотрите Мы можем Национализировать Японские инвестиции Звучит выгодно Но пока что Подождем Пал Париж Еще раз Но мы знаем Что падение Парижа Не означает падение Франции Они еще будут Долго сопротивляться Ну что ж Войска готовы У нас Под 3-4 дивизии На их 1-2 Можем снова Начинать наступление В этот раз Я думаю Максимально Агрессивно Мы готовы Везде их раздавить Потери Скорее всего Идут до 3-3,5 миллионов Но такова Цена Спасения России О Цинь взял Шиньянь Это видимо В столице Было Или что Цинь Похоже Успешно В своей компании Продвинулся На восток Я в принципе Наверное доволен Потому что Я не хотел бы Чтобы Япония Ставилась слишком сильной Но в целом Мне наверное Безразлично Потому что Что тех Что тех Я смогу победить Скорее всего Без проблем Ну и делаем Такое вот Чудо Нашей Транссибирской Инженерии Стоит это 60 Давайте только Иконку Тяжелой истребитель А ну таких Здесь особо Три нету Ладно Давайте вот это Хотя бы Маломальским Напоминает что-то Что должно Сбивать самолеты Но вообще Не слишком И на этом Можно чуть-чуть Своей промышленности Переставить Я думаю И Сделать себе Еще Тактические Бомбардировщики Тоже Из средних самолетов Слушайте С шутки Шутками Но они получились Дешевле Наших истребителей Допустим Их тоже Где-то Штучек 10 Заполнится Потом уже На истребители Все остальное Пойдет Их прекрасно Наблюдать За зеленым Фронтом Всегда Если говоря Мы там На севере Архангельс Берем Как я и говорил Сейчас порты Займем Северные И все Что-то Видите Меньше половины Даже Как я и говорил Я и говорил Очень далеко Там придется идти Ну Такова наша Судьба Тем временем Япония Решила вступить в войну Но когда уже Фонтяня Не стало Немножко Поздно На самом деле Ну Посмотрим Что они там сделают У них в принципе Армия на самом деле Солидная Так что шансы У них есть О Нам отправляют Морских советников Блин На самом деле Мне даже не то Чтобы что-то нужно Давайте согласимся Да Че нет И Да У нас еще Снова взлом есть Давайте снова его нажмем Здесь уже Добиваем Добиваем Труп на самом деле Потому что Блин На самом деле Нет На самом деле Нет У них все еще Есть припасы Все еще Потому что у них 90 военных заводов И Бесконечные Людские ресурсы Ну как бесконечные Понятно что Конечные Но Типа огромные Понятно что у нас тоже На самом деле еще больше Да Наша ситуация еще интереснее У нас Китай еще там есть С людскими ресурсами Но тем не менее Тем не менее Они все еще могут Снаряжать Пехоту Своё оружие Из-за этого Мы несем больше потерь Но На самом деле Опять таки Я уже несколько раз Сказал на самом деле Потому что здесь Очень много скрытых Истин Как говорится Мы очень много Качаем опыта Нашим генералам И это нам На самом деле На пользу И подрядкой Тут жесткие бои Происходят Вообще Мы эти войска Вполне себе Можем вообще Взять окружить Да Так и есть И блин Скоро Москва Москва уже близка Мы тут все это время Прокладываем дороги Я думаю Можем проложить дороги Еще дальше Не можем Потому что Видимо Что-то не контролим Ну Ничего-ничего Продолжаем двигаться Дороги на запад Как бы И теперь Карелию Мы тоже Отрезаем От республики Тоже сейчас Здесь все будем Захватывать Это все тоже Ворскор О Инвесторы Построили нам Три верфи Японские Молодцы Ну ничего Мы скоро Отдалимся От них Какая инвестирует Нас Спасибо Так сказать За инвестиции Биллинсов Не обманул Или как там Было Эдвард Трекается От престола А Это Это ничего Особенного Это Классика А Германия Захватывает Францию Все-таки Интернационал Да Проиграет В этой войне И наши первые Самолеты Идут в бой Ну Слушайте Учитывая то Что нас Намного меньше Примерно Да У нас 50 Их 1200 Ну Неплохой Размен Хотя Конечно Не слишком Приятный Надо бы Их Наверное Все-таки Поберечь Они Слишком Хороши Чтобы их Так сливать Такое Количество Но Они себя Показывают Уже Хорошо Мы добиваем Северные Территории И остается Финальный Рывок До Петрограда Решаем И оставить Наступление Чтобы Чуть-чуть Перегруппировать Свои силы В целом Почему бы Нет Это Конечно Даст Немножко Времени Крепиться Республиканцам Но Потом Мы все Свои войска Севера Вернем И в принципе Сможем Гронт Постабильнее Сделать Так Войска Все на месте Планирование Какое-то Набрали Можем Начинать Финальный Рывок Все Зеленое Отлично Ладно Почти Все Зеленое Но В целом Да Практически 99% И Потери Уже Почти 4 миллиона Я думаю К Петрограда Будет реально 4 миллиона Они Оборонялись До Последнего Солдата Так Реана Могли бы Уже И сдаться Но Как я И говорил Люди Здесь Есть Снаряжение У них Все это Время Очень Много Было Заводов Мы Их Не захватывали Они все Были На западе Эти Этим Людям Давали Оружие А вот Я вижу Дорога На Петроград Свободна Падение Москвы Произошло Все Думаю Падет Петроград И я Надеюсь Что Уже Скоро Да Наконец Таки Мы Вернули Петроград Мы Вернули Россию Себе Забираем Вход Забираем Территорию И Вот Она Российская Империя Вновь Почти Едина Нужным Королем Императором И Нужно Уже Смотреть На запад Территорию Которую Мы Потеряли Да Надо Бы Начать И Возвращать Однозначно И Потом И Смотреть Расширяться Чтобы Наша Империя Не Угасла Все Это Потом С вами Редак Был Подписывайтесь Если Вы Не Подписаны Лайк Комментарии Твич Дискорд Все Как Обычно До Скорых Встреч Пока